Кривой метроном, кстати, метроном кривой бывает в двух случаях обычно, или это если какой-то цифровой, ну если это аналоговый, когда такая штука, он бывает кривит, или в телефоне, когда начинает что-то дергать, там открывать, что делать, метроном может скривиться. Ну здесь, если по поводу пацана вопрос, непонятно, потому что я снимал даже видос, что когда у вас в группе, допустим, два гитариста, и один джухл, а другой нормальный, то все равно в целом это будет звучать более-менее нормально, потому что более крутой будет перекрывать. Ну, например, Хэтвелда так ни разу в жизни не сыграл, чтобы, ну просто я думаю, что все-таки батя, наверное, скорее всего, чувак справа, это батя, он играет по, ну опять же, это не зверская Валилова, но, естественно, это как бы лучше, чем у Хэтвелда, и самое главное, что здесь нету именно пока ни одной какой-то фатальной ошибки, потому что у Хэтвелда в каждый раз, в каждом вступлении идут именно роковые фатальные ошибки. Не, ну там слышно, пацана всякий хавчик пролазит, да, всякие какие-то... Вот это все как бы полезло, поэтому, ну как бы батя, да, покруче, но он просто перекрывает. Не, все-все-все, ну как бы парень из-за этого. Поэтому это просто такое видео, как бы, не... Для тех, кто понимает, это бред, потому что понятно, что батя сыграл, а сын не сыграл, но поскольку батя держит ритм, то ощущение, что как будто и сын сыграл, поэтому это просто классическое цыганское наебалово.